Всем добрый вечер. Мы со Светой идем в садик. Нам по пути надо еще зайти, купить землю для орхидеи и горшок другой, потому что тот, который я купила, он не подходит. Тайсон! О, Тайсон выбежал. Тайсон, привет! Да, Тайсон? Вот, ребята, у нас время 5 часов вечера, а смотрите, как темно уже. Да, Тайсон? Ладно, бежим в садик и по пути в магазин. Потом все, покажу, что купила. А пока бежим. Так, дорогие друзья, пришла я уже с садика и в магазин сходила. Еще по пути сейчас покажу, что купила. Покупок немного, но они очень нужные. Так, ну давайте вот с этого начнем. Ой, яблоко упало. Первое, что я купила, это вот такие вот кексики. Сейчас деткам сделаю чай и с чаем они будут пить. Взяла немножко. Также зашла в промтоварный магазин, купила землю для орхидеи. Я вчера посоветовала с Антоном, что надо. Вот такая вот земля тут. Тут все идет, и уголь, и кора, и все, что надо, все, что это. И вот специальный горшок для орхидеи, видите, двойной. Также мне нужна была брызгалка. У меня одна сломалась для средств мытья окон. И Света себе две тоненькие ручки купила. Дальше у меня дома закончили с лимона. Я пью чай с лимоном, мне это хорошо помогает. И вот купила три лимончика и также 30 яиц. Многие сейчас скажут, Настя, у тебя кур же есть? У меня кур сейчас не несутся. Поэтому вот так вот. Также купила четыре головки чеснока. Это на холодец. И немножко зелень взяла, еще будем салатик делать. Также купила яблоки. Тут одно гневое яблоко попалось, поэтому мне еще доложили одно яблоко. Так, дальше. И четыре литра молока взяла. Хочу оставить на завтра молоко еще и завтра сделать блинчиков, нажарить. Будете, Оксана, блинчики кушать? Да, Оксана головой кивает, что да. Вот такие вот в целом мои покупочки были. Пишите, как вы думаете, как вам эти покупки. Так, дорогие друзья, сейчас будем с вами уже рыбку жарить. Но пока я сейчас на столе по-быстренькому здесь поприбираю все. Потому что что-то дети тут сидели и все понаскопляли. Замочила яблоки, чтобы помыть. А то дети подбегают, хватают. Надо сразу помыть, чтобы ничего такого не было. И сразу поубирать все лишнее. У нас привычка у Светы на кухне сидеть делать уроки. Сколько бы я ей уже не говорила, она все равно сидит здесь делать уроки. Банки не так поставили. Многие уже думали, что я сегодня буду уже в новой прическе. Ребят, нет, я еще к парикмахеру даже не записывалась. Не знаю, попаду или не попаду в ближайшие дни к парикмахеру или нет. Еще пока не знаю. Так, мне надо, мне надо яйцо разложить. Яйцо разложить. Не знаю, яйцо поставить, варить на салат. Сейчас поставим еще с вами яйцо варить на салат. Что я маленькая, вот где маленькая кастрюлька, наветься не могу. Салат отварю. Ой, салат отварю. Салат сделаю, украбываю. На завтра было. Сегодня рыбку пожарим. Сейчас яйцо свяжу сразу, чтобы поставить, отварить. Вот такие вот дела. Яйца хорошие, крупные в магазине были. Раз на раз попадешься, раз хорошие яйца, раз плохие. Многие спрашивают, Настя, когда же теперь будешь линолем покупать. Ребят, я потихоньку буду отлаживать на линолеум деньги. Если получится, в следующем месяце даже уже возьму сразу линолеум. Ну, как бы я так планирую. Я не знаю, получится ли, нет. Планировать сильно так не буду. А там уже посмотрим по меру поступления сил. Будет возможность купить сразу на две комнаты. Значит, на две куплю. Будет возможность только на одну комнату купить. Я куплю на одну. Сейчас я к вам вернусь. Так, все вернулось. Сейчас яйцо уберу в холодильник, чтобы не мешалось здесь. Все яйца поубирать, чтобы они мне тут не мешались. Тут даже одной ячейки хватит. Надо еще яйцо купить, чтобы дома запас был яиц. Завтра хочу блинчики постряпать. Эти коробки я обычно оставляю на следующий год. на огород делаю. И, знаете, удобно садить морковку в каждую ячейку. Ну, не знаю, конечно. Я и так делаю. А кому-то, если кто-то по-другому делает, напишите. Мне будет тоже интересно почитать. Так, сейчас буду делать муку для рыбки. И будем с вами жарить рыбку. Я мучусь, но вы меня будете прекрасно слышать. Будем с вами делать для рыбки, чтобы обваливать. Я обычно в муке жарю, деткам, и им так больше нравится. Поэтому мне писали разные рецепты. Надо как-то попробовать, что, если честно, никогда не пробовала. Потому что по привычке уже в одной делаешь. Как всегда делаешь, так и делаешь. И сегодня хочу попросить Светика, чтобы она меня покрасила. А потом попробую как-то попасть в парикмахеру. Там уже посмотрим, как получится. Ладно, я сейчас буду начинать рыбку жарить, а вы оставайтесь с нами. Дорогие друзья, хочу ответить на один вопрос, который вчера, как вы поняли, был. Многие писали, Настя, на что-то открыла донат. На какую Машину мечту я вообще зачем-то ее открыла. Помните, когда я говорила, что Маша хочет попугайчиков? И она не простого хочет попугая. Она просит корылу. Она сначала говорила, неразлучников или корылы. Но она неразлучников не так уже хочет. Она говорит, мама, я больше хочу корылу, чем неразлучников. В целом, после этого видео мне написал сначала один человек. Потом мне написал второй человек. Оксана, у тебя все равно видно. Потом мне написал третий человек, чтобы я открыла донат. Я долго не соглашалась, но в оконцовке решила все-таки попробую. Открою, а может и правда что-то получится. Извините. Прошу прощения, просто Оксана тут сидела и извалилась. Попросила ее выйти. Ну, я решила открыть донат. Но вчера, когда я увидела, что многочисленные начали меня всяко-всяко опять оскорблять, всяко-всяко это, я убрала его. Я удалила его полностью. Поэтому вот так вот. Но этот донат я открывала по просьбе трех моих подписчиц, которые мне писали в личку, что открой, мы к весне попробуем накопить. Я и сама хотела к весне накопить, но сейчас за раз я ее не куплю. У нас вот стоят они от четырех с половиной тысячи тикарелы. Вы представляете? Это не такая легкая покупочка, которую можно, пошел купил и все. Это надо осознанно. Сейчас мы пока Маша покупает все необходимое для нее. Клетка у нас есть большая. Она поилку купила. Потом зеркальце там какое-то хотит специально купить. Лесеньки сделай, всякое такое. Поэтому пока пускай так подготавливается. Она изучает все про эту птицу. Но вот ей нравится. Поэтому я надеюсь, что я на ваши вопросы ответила. Но я сразу говорю, я и удалила этот донат. Поэтому я знаю, что мне эти три женщины напишут, будут ругать, что я его удалила. Но вот из-за большинства гневных комментариев я его удалила сразу же. Ночью я не знала сначала, как удалить донат этот сам. Я заходила на YouTube, смотрела, изучала, как его удалить. И я его удалила. Я смогла. Ура! Радуюсь как ребенок, но в целом как-то вот так. Поэтому надеюсь, на этот вопрос на ваш тоже ответил. И да, сегодня в видео комментарии только об этом. Настя, вы беременна? У вас виден живот? Ребят, сразу хочу показать. Почему вы думаете, что если виден живот, значит, я беременна. Вот он. Нет. Вот. У меня просто такой живот. Вы что думаете, что если у восьмерых детей родилось, живот не может остаться? Или что? Я же вам говорила, почему мне там... А, Оля Познякова, вам что не имется-то? Мы что, вместе с вами пили или как? Вот вы постоянно пишите. Попейте с ее, и вы будете так выглядеть. Блин, да если бы я пила, еще бы ладно было бы. Но знаете, вот это меня добивает. Я сегодня этой Оле Позняковой целый день отвечаю. Вам что не имется-то? Да не пью я. Просто у меня давление второй день скачет. Я уже не могу. А все сразу. О, да, она пьяная. Она после пьянки, после того... Блин. Ребят, хотите, чтобы выпила? Приходите вместе будем с вами пить. Что уж так сразу-то. Я уже ей отвечала. А вы что ли мне наливаете? Она говорит, или с деньгами как-то оплачете, или вы мне покупаете это спиртное. Знаете? Мне это спиртное, что есть, что нет. Как-то, знаете, не пила и пить не хочу его. Ладно, всем желаю крепкого здоровья. Будем со смехом все это воспринимать. Всем-всем всего самого хорошего. Оставайтесь с нами.